На электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств края поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба. В числе объектов, получивших такое предупреждение, несколько школ, больниц, администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств. Авторы писем были убедительны. Наверняка слышали о взрывах в Магнитогорске. Так вот, теперь очередь дошла до вашего города. Мы установили несколько взрывных устройств по всему городу. А именно, это может быть любое общественное место. Время даем до захода солнца. Как стемнеет, датчики света активируют бомбы. Нам терять нечего, а у вас есть родные. Звонки с угрозами совершения террористических актов утром в среду стали поступать и на телефоны образовательных учреждений и правоохранителей. Требования при этом никакие не выдвигались, сообщили в Краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности. Есть основания полагать, что действовали авторы писем из хулиганских побуждений. Тем не менее, в учреждениях оперативно провели эвакуацию. Сегодня на ряд объектов города Владивостока поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва объектов. В текущий момент органы правопорядка МВД, ФСБ, МЧС проводят стандартный комплекс мероприятий по обследованию зданий и сооружений с привлечением специалистов-кинологов, взрывотехников. В текущий момент проводится исчерпывающий комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населений. Вопросов, поводов для паники населения нет. Как правило, эти действия совершаются из хулиганских побуждений. Современные средства телекоммуникации позволяют отправить эти сообщения из территории, в том числе других государств. В текущий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленников. Онлайн-трансляцию этих событий вели некоторые приморские СМИ. Эвакуация прошла в школах номер 80, 54, 38, 70, 73, 82, 83 и некоторых других в здании краевой администрации, нескольких торговых центрах. Всего эвакуация проводилась на 15 объектах городской инфраструктуры. Специальные подразделения МВД, ФСБ и МЧС проверили помещение. В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация проверена и подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомню, что санкция статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Первые смены в эвакуированных школах были распущены по домам. При этом многие дети выскакивали на улицу без сумок, верхней одежды, телефонов и ключей от дома. Тех, кого не забрали родители, разместили в близлежащих магазинах и учреждениях. Как сообщили в администрации Владивостока, вторые смены в школах Владивостока отменены не были. Занятия прошли там, где оперативные сотрудники, саперы и кинологи успели завершить обследование помещений до начала уроков. Однако многие родители побоялись отправлять своих детей в учебные заведения. Ранее похожая ситуация с ложными сообщениями о минировании произошла в Магнитогорске после обрушения подъезда многоэтажки. Жителям и различным организациям рассылали письма с предупреждениями о взрывах. В мэрии говорили, что таким образом злоумышленники хотят дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику. Граждан просили не поддаваться на провокации. В администрации Приморского края отметили, что аналогичная ситуация произошла накануне в Петропавловске-Камчатском. Представители региональной власти сообщили, что угрозы населению края нет и все же попросили проявлять бдительность. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом.